Это шокирующее видео сняли камеры уличного видеонаблюдения. За 8-летней девочкой гонится мужчина. Мать пытается с собой закрыть ребенка, но тот отталкивает ее. Такую картину застал глава семейства. Этот кошмар происходил 21 марта на улице Циолковского в столице. Тихий район, с одной стороны парк, рядом спортивная школа, аккуратные газоны и высокие заборы частных домов. Здесь практически не бывает чужих, поэтому родители спокойно отпускали своих детей гулять за пределы двора до недавнего времени. Я гуляю с братом и вижу, что какой-то дядя увозит его на его велике за угол. Дима сидит на велике, а он так рядом встает, берет руль, Дима крутит подали, а он рулит. Словно почуяв неладное, мама позвонила дочери. Яна сообщила, что младшего брата Диму увозит какой-то дядя, а потом девочка сбросила вызов и стала догонять обоих. Считанные мгновения, пока мама выбегала из дома, ее дети исчезли из поля зрения. Мужчина успел увезти ребенка на соседнюю улицу. Старшая сестра, не раздумывая, бросилась на защиту шестилетнего брата. Дядя завел Диму за угол и видит, что я иду с телефона. Когда мужчина отвлекся, девочка схватила телефон и кинулась в сторону дома. Неизвестный стал догонять плачущего и зовущего на помощь ребенка. В это время мама неслась навстречу с другого конца улицы. Женщина в последнюю секунду оттолкнула нападавшего. Незнакомец попытался скрыться, но его догнал отец ребятишек. На место происшествия вызвали милицию. Всех участников инцидента доставили в столичное управление внутренних дел. По признакам находился в наркотическом опьянении. Свои действия не мог осознанно как-то объяснить, потому что не понимал, что делает. Собранные материалы по данному происшествию переданы в Следственный комитет для принятия процессуального решения. Это непридуманная история. Не так давно в одном из своих репортажей мы показали кадры эксперимента, который провели в трех городах – Тирасполе, Бендерах и Рыбнице. Суть заключалась в том, чтобы проверить, насколько дети разных возрастов доверяют незнакомцам. Задачей взрослого было увезти ребенка, не применяя физического насилия или угроз. Тогда из восьми детей в возрасте от 4 до 12 лет, участвовавших в этом эксперименте, отказалась куда-либо идти только одна девочка. Результат не просто удивил, а шокировал многих родителей, ведь они регулярно проводят беседы со своими детьми. Но, к сожалению, на деле это не всегда срабатывает. Продолжение следует...